Боевые искусства и рукопашный бой Автором этого сборника является Алексей Горбылев Очень известная личность в мире боевых искусств В России и в ближайших странах, а также и в мире Он известен тем, что изучает историю, изучает боевые искусства И это его творчество И давайте мы начнем Это выпуск шестой научно-методического сборника ХИДЕН В котором есть много интересных материалов Этот именно выпуск разделен на две части Это исследовательская часть и материалы по различным темам Что касается исследовательской части этого сборника Здесь большой исследовательский проект Начало этого проекта, введение в исследовательский проект Система дзюдо Ощепкова Здесь материалы о этом проекте Опять-таки этот проект ведет Алексей Горбылев Очень интересное введение о том, что это за проект Какие цели, задачи ставятся в этом проекте Дальше Алексей Горбылев в своих исследованиях Проводит краткий очерк становления системы дзюдо Ощепкова Самбо Тоже очень интересный материал Этот материал не только интересен тем, что есть много информации исторической А также есть много иллюстраций, фотографий Я сейчас открою Вам покажу разные фотографии Исторические, опять-таки, с вырезками из газет Достаточно обширный материал И очень интересный И он будет интересен многим специалистам Кто изучает боевое искусство В том числе самбо и дзюдо Дальше в исследовательской части Достаточно большая работа Совместная работа Алексея Горбылева и Натальи Демченко Катов, классических Будо эпохи Мэйди Это тоже большой исследовательский материал здесь изложен Написан Я сейчас вам открою Для того, чтобы вы могли немножечко увидеть Здесь есть немножко информации об эпохе Мэйди И то, как развивалась Ката в той эпохе Тоже много интересных материалов исторических И много анализа, много фотографий есть С информациями о мастерах боевых искусств Много есть сравнений с различными стилями Очень интересный материал и достаточно такой обширный Далее непосредственно исследовательская часть шестого выпуска Она заканчивается именно проектом Натальи Демченко и Алексея Горбылева И дальше начинаются у нас материалы Это большое обозрение карате-до Это материалы, подготовленные Алексеем Горбылевым Переводы различных изданий мастеров боевых искусств Конкретно карате Таких как Ацука Хиранори Ханасира Тёмо Томас Линсей Дзигора Кано И так далее Эти материалы как большое обозрение карате-до Так и непосредственно о дзюдзюцу Очень интересно Ну допустим я тоже сразу вам хочу сказать Чтобы вы уже знали что это за выпуск Допустим большое обозрение карате-до Алексея Горбылева Здесь включает большой обширный материал С множеством фотографий С различными комплексами упражнений Очень насыщенным фотографиями этот материал Вот Так что он будет интересен и полезен Как для самостоятельного изучения Так и для анализа различных техник Далее Ацука Хиранори Здесь перевод а также Алексея Горбылева Книги базовая карта из семи приемов Обезоруживания противника вооруженного ножом Она называется на японском языке Танкэндори омотэ на нахон но ката Этот материал Тоже очень интересен Так как в нем не только Рассказано как выполнять ту или иную технику А также вообще Все обустройство От самого додзен От начала до конца Додзен как, что, где должно быть расположено Кто где сидит Какие выполняются Ритуальные действия И так далее Поэтому вот здесь все Так даже есть схема зала Нарисована Выполнение ритуала Вот картинки Как все выполняется Очень интересный материал Я рекомендую С ним тоже ознакомиться И он может пригодиться Многим мастерам боевых искусств Кто практикует каратэ Док У кого есть свои додзен Далее Интересный материал Ханасира Тёма Ката Дзион и его объяснения Это опять перевод Алексея Горбылева Этой книги Японского мастера Ханасира Тёма Очень важно Что здесь именно есть Объяснение Выполнение Упражнений в этом Ката Дзион Сейчас я вам покажу Как это выглядит Тоже помимо того Что здесь есть текст Также есть и Рисунки С схематичным изображением Куда ставится нога Какой делается первый шаг Какой второй Где руки находятся Очень интересный материал Познавательный Для тех кто изучает Самостоятельно Или уже мастер Боевых искусств Ну скажу вам так Что я карате Не занимался так Непосредственно С наставниками Долгое время Многое Но самостоятельно То есть я имею опыт Занятий Дзюдзюдо Но самостоятельно Даже прочитав Вот этот материал Ката Дзион И его объяснения Я начал самостоятельно Практиковать Это ката И Ну Потихоньку Продвигаюсь вперед Потому что здесь очень хорошо все объяснено с точки зрения обучения очень хороший материал и я рекомендую с ним ознакомиться дальше для любителей поклонников и практикующих тюдзюцу и дзюдо большой материал также перевод алексея горбулева это материал томас линсдей и канадзи гора дзюдзюцу древнее самурайское искусство боя без оружия а также материал канадзи гора это изложение основных принципов присвоения ученических и мастерских разрядов занимающимся кодокан дзюдо а также обсуждение общественной оценки результатов соревнований под дзюдо между командами токийского и токийский сэндайский школ высшей ступени очень интересный материал для тех кто преподает за для тех кто изучает дзюдо изучает дзюдзюцу этот материал в основном имеет не в основном вообще текстовый материал но очень много интересных есть точек которые могут немножко расширить понимание того что такое дзюдо что такое дзюдо когда канзи до непосредственно и что вообще думал о когда канзи до его создатель канзи гора вот такой получился шестой выпуск научно-методический сборник хиден боевые искусства и рукопашный бой выпуск номер шесть я рекомендую тем кто изучает боевые искусства так что надеюсь что это этот сборник эта книга станет займет почетное место в библиотеке боевых искусств каждого мастера или того кто изучает различные искусства спасибо